Я, когда размышлял о том, о чем сегодня поговорим, мне бросилось в глаза вот это вот название, да, с иронией и без. Мне показалось довольно примечательным, потому что такое название, оно само по себе уже иронично. И мне кажется, что даже в повседневной жизни мы, может быть, и не замечаем, но ирония – это важная часть нашей жизни и композиции. Словарь утверждает, что существует три вида иронии. Ну, на самом деле, может быть, этих видов больше, но вот в соответствии словарю. И первый вариант – это условно притворство, да, то есть такой как бы обман, что я говорю то, что на самом деле я не имею в виду. Это такое средство для того, чтобы пробудить полемику, для того, чтобы создать определенную дистанцию или критику. А второй момент, связанный с искусством и с философией, вот это течение, которое зародилось в 18 веке, это то, как произведение искусства относится к самому себе, как оно рассказывает о самом себе, о содержании. То есть это о том, что создатель произведения, да, композитор в данном случае, о том, как он, что его в данный момент волнует, как он об этом говорит и как он это делает. И новое здесь заключается в том, что создается такое размышление, да, критическое отношение к этому собственному ощущению, которое выражается, да, типа, о, а как я делаю, что я сейчас делаю? Ну, это был второй вариант, и третий вид иронии, это то, с чем мы постоянно сталкиваемся в жизни, это ирония судьбы, или ирония жизни, или ирония истории. Мне кажется, что в музыке мы имеем дело со всеми этими тремя видами иронии, но чаще всего мы сталкиваемся со вторым видом иронии. То есть конкретно это связано с таким смещением перспективы, да, то есть как я воспринимаю вот это творчество. И мы можем таким образом что-то новое создать, что-то новое. Вот простой пример из классики, да, если у вас была возможность посмотреть струнный квартет, оп. 33, номер 2, Йозефа Гайдена, то вы можете посмотреть, как Гайден сам, как бы, немножко в таком смешном, комическом ключе рассматривает то, что он делает. Сейчас вам придется немножко перенести то, что я сделаю, а именно я спою. Гайден в начале произведения вот такой, на что Бород использует. Но, на самом деле, вот с таким оборотом, да, та, 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 на самом деле так никакое сочинение не начинается. Таким образом, сочинение заканчивает. Что делает Гайден, да, таким образом? То есть он вот конец поставил в начало и дальше возникает вопрос, а дальше? И это вот, например, одна возможность, как композитор смотрит на собственное произведение, на форму и так далее. И, конечно, вот развитие такого взгляда, да, как бы со стороны на собственное произведение, на собственную творчество, на собственную деятельность, ведет, конечно, к тому, что появляется и новая перспектива восприятия произведений других авторов. И, например, если вы вспомните начало 15 симфонии, да, значит, там вот что-то происходит такое, и, да, и после какого-то процесса развития вдруг раз появляется взрыв, и у нас у дверей нас уже ждет рассиня. И здесь это очень интересный момент для меня, потому что я здесь вижу пример того, как композитор связывает свою работу с другими произведениями. Да, здесь, конечно, нет ничего нового, это не Шостакович придумал, это существует много веков. Это, например, да, мы можем наблюдать, когда Дюпре пишет, как бы, в стиле Дюфаи, но не только в стиле Дюфаи, да, там при этом присутствует Дюпре, когда Бах в своих фугах обращается к стиле Антико, к стиле французскому стилу и так далее. Das Entscheidende ist eigentlich nur, wie diese Art der Annäherung an die alte Musik, wie diese Art der Annäherung sich verwandelt, weil je nachdem, in welcher исторischen Zeit ich lebe und auf was ich Bezug nehme, ist die Art der Annäherung sehr verschieden. Интересно здесь вот, что как вот это приближение, соприкосновение с другой музыкой, как оно изменяется, то есть, поскольку существуют совершенно разные способы, да, прикоснуться к другой, к чужой музыке, как бы, да, сделать ее своей, а одновременно не своей. Конечно, да, у нас присутствует вот эта позиция такого историцизма, но с другой стороны, сегодня мы все равно живем во времена постмодерна. Und die Postmoderne ist ja eine komische Epoche, Epoche ist ja vielleicht ein großes Wort, aber ist eine komische Zeit, weil sie suggeriert, dass man alles, was nicht schnell genug wegrennt, dass man alles benutzen kann. Это довольно Postmodern, это довольно такая примечательная Epoche, да, если Epoche, это не преувеличение, потому что предполагает, что можно пользоваться всем абсолютно тем, что, как говорится, не успело убежать, не успело спастись. И, например, у меня лично всегда появляется такое странное чувство по отношению к самому понятию постмодерна, потому что это называется пост, да, пост, то есть то, что уже, как бы, прошло, да, оно относится к тому, что уже прошло. С другой стороны, оно относится непосредственно к модерну, потому что ему нужен, постмодерну нужен модерн вообще как условие существования. Also, mit der Postmodern, man fühlt sich ein bisschen so, wie die Katzen, wenn sie an der Türe stehen. Sie sagen, ich will raus, aber dann, wenn die Tür auf ist, gehen sie nicht raus. То есть, примерно, с Postmodern, такая же история, да, мы ощущаем себя, как котенок, кошка, которая стоит перед дверью, да, то есть она стоит перед дверью, как бы отчетливает сигнал, что я хочу выйти оттуда, но потом вы открываете дверь, а кошка никуда не идет. Или как Великобритания выходит из Европейского Союза. И не знает, что она хочет. Но это проблема с постмодерной, не только, что мы в этом и в этом месте, но и что, что мы все, что мы все имеем, и что мы все можем, это не только возможность, sondern es ist fast wie ein Befehl. Проблема с постмодерном заключается не в том, мы находимся внутри постмодерной или вне его, а проблема заключается в том, что утверждение о том, что у нас есть все, что нам доступно все, что мы захотим, это утверждение становится приказом. Например, если я сейчас захочу написать сочинение для флейта и фортепиано, и я хочу использовать мелодию, скажем, мелодию флейты в сопровождении, аккомпанирую мою фортепиано, то это с постмодерном никак не соотносится. Also das Problem für uns ist eigentlich, glaube ich, wir haben zwar sehr viel zur Verfügung, oder vieles tut so, als wäre es zur Verfügung, aber wir müssen wählen, und wir müssen nicht nur wählen, was, sondern wir müssen vor allem wählen, wie versuchen wir der Sache, der wir begegnen, zu begegnen. Wie machen wir das? Also in meiner Arbeit ich habe sehr viel Musik über Musik, geschrieben, also was man heute modisch Transkomposition nennt. В моем собственном творчестве я очень много занимался сочинением музыки о музыке, то, что сегодня называется модным словом Transkomposition. Und also zum Beispiel das genанnte Madria war eine der ersten Arbeiten darin. Ich glaube eigentlich bei jedem Stück, das habe ich zumindest mir vorgenommen, und bei jedem Stück, das so gearbeitet ist, habe ich versucht auf unterschiedliche Weise mich anzunähern, weil die Sachen aus verschiedenen Jahrhunderten, verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Kontexten sind, etc. Ich denke, eigentlich alle Stück, ich bin ja so froh, dass mehrere Sachen, die ich gemacht habe, in dem Konzert übermorgen hier erklingen werden. Ich denke, alle drei Stücke, die da erklingen, haben mit Ironie zu tun. Also haben auch damit zu tun. Und manche sagen, dass sogar im Titel, also zum Beispiel der Titel Anamorphose ist ganz klar ein ironischer Titel, weil die Anamorphose ist eine optische Technik, um auf bestimmte Weise auf Dinge zu gucken. Zum Beispiel, ich gucke schräg da drauf, oder ich gucke von vorne, und dann sehe ich verschiedene Sachen. Das heißt, das ist schon im Titel drin, und das gilt aber auch für die anderen beiden Stücke, sowohl für den Max-Kowalski-Orchestration oder Re-Komposition, wie für das neue Stück, A Moskou. Ich glaube, man muss neben die Ironie noch ein anderes Wort stellen. Und zwar, man muss neben die Ironie die Melancholie stellen. Mein Gefühl sagt mir, dass sehr viele Leute, die sehr ironisch sind, eigentlich melancholiker sind, die sich schützen müssen vor der Melancholie. Und ich denke, dass das neue Stück A Moskou sicher sehr melancholisch ist. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es noch nicht gehört. Aber auch Nostalik. Nostalik? Sicher. Ich komme direkt dran. Und ich denke, dass das neue Stück A Moskou in Moskou, es ist auch sehr melancholisch. Das tolle an melancholie ist, dass melancholie immer mit erinnerung zu tun hat. Самое замечательное в Melancholie заключается в том, что Melancholie всегда имеет некоторую связь с воспоминанием. Das ist eigentlich was normales. Aber das noch schönere an melancholie ist, dass sie mit Erinnerung zu tun hat an etwas, was man nicht kennt. Это, конечно, здорово. Но еще более замечательное качество Melancholie заключается в том, что она связана не просто с воспоминанием, а с тем воспоминанием, с воспоминанием о том, что мы не знаем. Also zum Beispiel, wenn man das berühmte Bild von Albrecht Dürer anguckt, Melancholia Nummer 1, dann kann man, glaube ich, das sehen, dass dieser Mensch, der da sitzt, der erinnert sich nicht an etwas, was schon passiert ist. Der erinnert sich, ich weiß nicht an was, aber vielleicht an die Zukunft. Wenn wir schauen auf die известige картine Dürer von Melancholia 1, dann gibt es da dieser Mensch, der sitzt und erinnert, erinnert nicht о том, dass etwas war, erinnert, 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 erinnert,